всем доброго времени суток уважаемые зрители ну и все сразу же поняли я нахожусь на диване а значит сегодня будет диванный обзор традиционно спиннингов и сегодня мне попалась в руки скажем так а точнее сказать в гостях у меня вот такая вот палочка я думаю обзоры таких вещей делать нужно потому что действительно иногда бывает трудно на youtube канале да найти видео про такого как бы сказать уровня или про такого класса спиннинги то есть все как бы знает все где-то про них читают все где-то кто-то про них пишет ну посмотрите увидеть реально по факту уважаемые зрители не получается в данном случае это у нас ямага бланк спиннинг называется баллистик ну что могу сказать первое ощущение стандартный чехол хрустящий достаточно плотный ну я бы сказал такой не супер крутой как и на всех дорогих японских палках нету такого что берешь и там вау такой там золотыми нитями там или серебряными прошить как бы сказать чехол обычный стандартный чехол сейчас мы это все развяжем и посмотрим сверху мы видим вот такой клапан клапане на липучке как сейчас можно делать да он просто завязывается вот такими тесемочками делится традиционно в старом стиле пополам на два кармана как это можно разглядеть все очень консервативно как как обычно и в этих двух отсеках лежит сам спиннинг сейчас мы его достанем потому что чехол действительно кажется мне с непривычки очень массивным ширина его когда он разложен мы видим дарна 10 секций очень большая и как балафон такой кажется очень непривычно по отношению другим спиннингом другим чехлам сейчас мы все достанем отложим чехолчик в стороночку и начнем уже бесследоваться сам спиннинг красавчик ну что можно сказать спиннинг называется у нас баллистик длина его два метра девяносто один сантиметр тест 8 38 шнур п е 1 и 2 ну в принципе вот и все основные его характеристики кольца у нас торзайт в титановой оправке шпиготное соединение бланк выполнен в очень консервативном стиле полностью черный с белыми надписями кстати нет вот этого цыганского там модного всякого распальцованного ну вы поняли да дизайна ручка из его я разнесенная видим что очень очень неплохо смотрится мне допустим такие дизайны очень нравится как я люблю достаточно большая конец ну как бы сказать разнесенки что вот мы видим вот полностью обхват а не так что как на некоторых спиннингах половинку схватил ей половина как бы кисти захватывает голый бланк здесь такого нету очень очень удобный хват получается с таким анатомическим профилем небольшим за затягивание катушки находится с нижней части они с верхней тоже такой анатомический изгиб ну давайте вам покажу поближе чтобы вы уже смогли более подробно зрители рассмотреть ну а думаю вот надписи тоже очень очень скромная мэда им джапан и мага бланк ну не знаю сфокусируется сфокусируется или нет камера но тем не менее вот кольчика мы видим торзает в титановой оправке ну и что хотелось бы сразу же отметить что бросаются глаза на данном моменте мы видим что расстояние от катушки до первого кольца оно достаточно большое и первое входное кольцо имеет тоже очень большой как бы сказать свой диаметр это говорит о том что в первую очередь это сигнализирует о том что палочка затачиваться под дальний заброс вот давайте посмотрим второе колено сам хлыстик мы видим что кольчики тоже все такие же отразает в титане но тоже бросается один момент что если посмотреть мы видим что внутренний диаметр всех колец даже вот которая самая уже выходные тюльпан они тоже большего диаметра намного больше чем это принято в обыкновенных спиннингов то есть весь внутренний диаметр колец сразу же бросается в глаза он завышен это сигнализирует уже о том что палочка затачиваться на дальний заброс а так как это японская фирма да и японский спиннинг то надо полагать что конечно это береговой заброс для рыбалки в море соответственно в море требуется дальний заброс палочка затачивалась для дальнего берегового заброса для ловли там сибаса мебару там не знаю еще что чего угодно вот спиннинг все-таки покрыт лаком что конечно его утяжеляет но бланк покрыт лаком стенки надо отметить данного спиннинга уважаемые зрители очень очень толстые они не тонкие но достаточно толстые я не скажу что они прям супер толстая бывает и толще вот если вам видно будет но они достаточно толстые для таких спиннингов ну и давайте теперь взвешиваем общий вес и посмотрим сколько весит этот спиннинг в длине 291 включаем весы 159 158 158 можно сказать что данный фактически вес этой палочки 158 грамм хотя завод производитель на сайте как бы сказать позиционирует 151 грамм мне тут недавно сделали замечание сказали я ошибся в весе и назвали конечно указанный его вес скажем так который находится на сайте надо понимать что не я ошибся в весе и весы тоже не ошиблись это просто ошиблись изготовители которые делали понимаете точно если кто-то думает что он на сайте увидел 151 грамм и все палки будут 151 грамм это конечно полная бредятина где-то лаг да больше капелька где-то еще что-то где-то за . там будет там допустим самого этого соединения шпигота больше да много везде понимаете этих моментов которые могут увеличить вот эти вот граммы соответственно никогда не будет что будет партия 100 палок и все будут весить 151 грамм конечно такого быть не может никогда от этого что могу сказать мы видим что несмотря на то что спиннинг длинный 291 2 метра девяносто один сантиметр он еще весит 158 грамм и стенки его толстые вот в этом вот и есть уникальность это говорит о том что это спиннинг лишний раз не хлопнет не хрумкнет а его надежность достаточно большая с такими стенками да ну и давайте вставим твои проверим шпиготное соединение уважаемые зрители давайте как я делаю с блок холлами все без обмана двумя пальчиками я слегка соединен наш пигурное соединение и посмотрим будет ли у нас стук видим я делаю кистевой удар и ударяя облокоть кистевым ударом мы видим что тишина ничего не стучит то есть никаких штук и стуков шпиготном соединении абсолютно нет и также это все снимается вот так вот двумя пальчиками это говорит о том что уровень качества и подгонки этого соединения на высоком уровне ну и соответственно где шпиготное соединение это тоже говорит о классе палки это уже грубо говоря ставят на палках которые уже высокого класса в случае чего если одну изнашиваться это можно отдать специалистам и это шпиготное соединение с легкостью меняется да и палочка опять у вас в бою то есть это очень тоже удобный показатель как я уже отметил палочка у нас заточена под дальний заброс тот что могу сказать о ее строе и длина очень большая и честно скажу домашних условиях очень трудно что-то помахать и посмотреть какой у него действительно строй ну так на скидку и в принципе я соглашусь с заводом-изготовителем это фаст то есть они позиционируют фастовый строй ну в принципе я тоже как бы сказал что это тоже фастовый строй вот еще есть бы как такое подразделение есть как бы фастовый ну такой и как бы стать еще чуть-чуть помягче да тут может быть действительно фаст и чуть-чуточку чуточку еще как бы помягче видим что спиннинг не работает именно концом а когда идет кистевой удар видно что изгиб сразу же проваливаться в ее среднюю часть это говорит о том что средняя часть спиннинга не коловая и это опять свидетельствует о том что при забросе будет нагружаться весь бланк и соответственно отдача будет всего спиннинга это опять же видим что палочка затачивалась именно под дальний заброс вот именно с этим строем и соответственно она такая как бы сказать и при как бы сказать при проводке видно что тоже будет работать не не кончика будет работать ближе к средней части и можно как бы вот эти делать подергивание ловли например там как они любят пилькеры но одним словом железо да как раз за точно при работе железными приманками в данном случае это для хабаровчан самая то дальний заброс легкий спиннинг соответственно его длина расстановка видим колец с большим диаметром ну конечно очень было бы уважаемые зрители интересно выйти на берег амура и конечно же покидать таким спиннингом и посмотреть его дальность заброса очень очень хочется но ничего вам пока не могу сказать да как бы сказать получится ли это у меня сделать не получится как она в жизни повернется ну конечно интерес к этому спиннингу огромен который попал мне в руки ну и давайте посмотрим его балансировку ну и в данном случае это лунной катушкой для проведения этого песта будет биомастер тринадцатого года св5000 пиджи потому что для наших амурских рыболовов я считаю это одну из самых оптимальных катушек и соотношение цены качества и по своим ттх от этого давайте посмотрим как она будет балансироваться эта палочка с данной катушечку чтобы вы понимали для себя если кто-то будет прицеливаться таким палочкам вот уважаемые зрители мы видим четкие состоявшийся баланс можно поднимать все устойчиво висит и от бортика шпуле мы наблюдаем такое значение наверно в районе наверно семьи наверно 8 сантиметров тут нужно сказать такой момент что для такой длины спиннинга по 3 метра до и с таким тестом до 38 у всех брендов до у всех спиннингов уже проблема с балансом да именно данная ситуация на не является плохим результатом потому что я видел очень-очень много спиннингов которые в такой длине и этот баланс уже происходит где-то вот здесь вот когда он уже где-то вот здесь вот это уже беда потому что ты берешь руку все кисть у тебя постоянно напряжена кончик льет вниз то в данном случае вот этот вот баланс он еще позволяет чувствовать прихвате еще не чувствовать особую нагрузку чтобы идет какой-то сильный перевес кончика то есть я бы сказал что палочка неплохо сбалансирована для такой большой длины для такого веса и теста то есть вот ну вот уважаемые зрители рассмотрели мы ее балансик да ну и что хочу сказать хочу наверно сказать про ее качество изготовления обычно как всегда говоря и встречают по одежке да от этого как бы хотелось бы выразить свое личное ощущение встречи знакомства с этой палочки по одежке по внешнему виду когда конечно держишь такую палочку в руках конечно ощущается максимальное японское качество придраться в принципе ну по качеству изготовления к чему-то действительно не то что трудно на практике фактически невозможно вот видно бакар сделан интересно никакой вставочки не сделано просто из его смотрите-ка как интересно сделано только сейчас обратил внимание нету никакой рюшечки не вставочки все очень как бы сказать аскетично единственное такое кольщика ну в принципе очень как бы сказать неплохо его высокого качества кольщика кольщики примотанных стандартно как на всех японских спиннингах такого уровня кольца фуджи титан как я уже говорил мы видим что сам комель бланка он не такой уж и тонкий да ну как бы сказать такой в диаметре я имею ввиду не такой и маленький видно что он медленно переходит по всей длине нету такой развитой конусности большой как морковки это говорит о том что будет подключаться и комель в работу как при вылаживании так и при забросе вот ну что уважаемые зрители мое видео подходит к концу все что быстренько я смог вам рассказал всем кому понравилось уважаемые зрители ставьте палец вверх делитесь этим видео с вашими друзьями подписывайтесь на мой канал до свидания уважаемые зрители до новых встреч